Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшнего выпуска – катаракта, что важно знать каждому. Сегодня у нас в студии Евтушенко Марина Юрьевна. Это заведующая отделением микрохирургии глаза Центральной городской клинической больницы. Здравствуйте, Марина Юрьевна. Марина Юрьевна, вообще катаракта – это довольно-таки древнее заболевание, то есть корни уходят еще в историю, но вообще оно занимает лидирующее положение среди глазных болезней, которое приводит в конечном счете к слепоте, к инвалидизации, если, конечно, не лечить это заболевание. Давайте скажем нашим телезрителям, что такое вообще катаракта, от чего она возникает, и если можно какую-то статистику привести, вот в нашем регионе или в целом в России, я не думаю, что она сильно отличается от других регионов, и в целом, может быть, в мире. Ну, катаракта – это патологическое состояние, связанное с частичным или полным помутнением хрусталика, которое сопровождается различными степенями расстройства зрения, вплоть до полной утраты предметного зрения. Катаракта считается одной из основных причин слабовидения или обратимой слепоты в мире, во всем мире. Считается, что после 40 лет каждый шестой человек страдает данным заболеванием, и подавляющее большинство населения уже к восьмой декаде жизни. По данным ВОЗ, если брать 2022 год, то 94 миллиона человек во всем мире страдает расстройством зрения от катаракты. То есть вот такие вот статистические данные. Ну, Мария Юрьевна, вообще тогда скажите, пожалуйста, катаракта, она возникает вот сама по себе, какую-то симптоматику дает она или нет? Жалобы. Ну, вы сказали, что снижается острота или там вообще само зрение падает. Но в целом, какие симптомы должны насторожить человека, чтобы он действительно обратился к специалисту? Ну, надо сказать, что основным симптомом, связанным с развитием катаракты, это является помутнение зрения с последующим его снижением вплоть до полной слепоты. Катаракта с древнегреческого переводится как водопад. То есть человек, он видит как сквозь пелену, как через запотевшее стекло. Ну, и многие другие симптомы, они тоже могут указывать на развитие катаракты. Например, непереносимость яркого солнечного света, возникновение бликов, ореолов вокруг источника света. Такие маленькие, такие колокольчики уже перед тем, как... Да, да, да. Нарушение цвета, восприятие. Еще что интересно бывает, пациент приходит к доктору на прием, к офтальмологу, и говорит, доктор, вы знаете, говорит, я стал лучше видеть. То есть я многие годы пользовался очками для близи, плюсовыми. И вдруг не заплываю. Да, сейчас они мне не нужны, я все вижу без очков, я их снял. Так вот это как раз тоже является симптомом того, что у вас развивается... У пациента не у вас, развивается катаракта. Ну и еще один такой симптом, если окружающие люди или человек сам замечает изменение цвета зрачка с черного на белый, это тоже является симптомом того, что у вас уже запущенная стадия катаракты. Марина Юрьевна, а что включает в себя обследование? Ну вот человек уже пришел к специалисту, к окулисту, да, там, в первичного звена, то есть в поликлинику, например, там, по месту жительства. Вот что включает в себя обследование на амбулаторном этапе? И что дальше, например, если там нужны какие-то еще вспомогательные методы исследования, может быть, еще дальше какие-то есть? Ну, вы правильно сказали, что если появились данные жалобы, нужно, конечно, обратиться к специалисту, к врачу-офтальмологу. Он проверит остроту зрения, измерит внутриглазное давление, осмотрит вас, пациента, на щелевой лампе для оценки состояния глаза. И если диагноз подтверждается, то пациенту рекомендуется оперативное лечение катаракты. Он проходит обследование, ну, общеклинические анализы крови сдает, общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на различные инфекции, гепатиты, сифилис, биохимические исследования. Делает флюорографию обязательно, электрокардиограмму. Да, да, да. Осматривается обязательно терапевтом или профильным специалистом, у кого на диспансерном учете стоит. То есть допуск к оперативному лечению тоже, да? Да, да, да. И уже направляется на госпитализацию в профильное отделение нашего города. В отделении он проходит дополнительные обследования, то есть обязательно проводится ультразвуковое исследование глазного яблока. По показаниям, возможно, поля зрения рассчитывается преломляющая сила интерокулярной линзы для того, чтобы подобрать нужный тип, вид интерокулярной линзы для пациента. И, собственно говоря, делается операция. Марина Юрьевна, ну тогда такой соответствующий вопрос. Сколько длится сама операция? Необходима ли действительно госпитализация прямо пациента? Ну, зависит от того, сколько она продолжается, наверное, тоже длительность. И какова реабилитация вот таких пациентов? Ну, суть самой операции по удалению катаракты – это замена помутневшего хрусталика человеческого глаза на искусственную интерокулярную линзу. Сама операция делается без наркоза, длится в среднем 15-20 минут, переносится достаточно легко. Капельная анестезия, местная капельная анестезия, она не дает нагрузки на сердечно-сосудистую систему, на весь организм в целом. То есть абсолютно безопасно? Да, поэтому может проводиться лицам любой возрастной группы. Но если говорить об этапах операции, ну так вот коротко, делается микропрокол порядка 2 мм. Через этот прокол вводится ультразвуковая рукоятка, удаляется хрусталик. То есть он разрушается, хрусталик эмульсифицируется, хрусталиковая масса удаляется, в освободившееся место ставится эластичная интерокулярная линза. Через этот же микропрокол швы никакие не накладываются, то есть разрез он самогерметизирующийся. И, в общем-то, пациенты достаточно легко переносят эту операцию. Мария Юрьевна, операция идет в рамках ОМС, да, получается? В рамках ОМС, абсолютно бесплатно. Доступность тоже, в принципе, стопроцентная, да, таких пациентов? Конечно. Ну, есть небольшая очередность, но, в принципе, все пациенты, которые нуждаются в этой операции, получают эту операцию совершенно бесплатно. Мария Юрьевна, сколько тогда, ну, вы уже сказали, искусственный хрусталик, да, сколько он вообще служит, как говорится? И нужна ли потом замена этого хрусталика? Нет, операция делается единожды, и хрусталик это на всю жизнь, да, 200-300 лет, сколько проживет человек, столько и будет, да. Мария Юрьевна, а вот все-таки, скажите, ну, хрусталик всегда симметрично все-таки поражается, катаракт, это все-таки симметричное такое поражение идет, или одностороннее? И можно ли сразу делать на двух глазах? Ага. Ну, катаракта, как правило, поражает оба глаза. Чаще всего сначала один глаз, потом через какое-то время присоединяется второй глаз. Катаракта обоих глаз делается последовательно, сразу два глаза не оперируются, конечно. Это делается исключительно для того, чтобы не навредить здоровью пациента, потому что операция – это в любом случае стресс для организма, и нужно дать время восстановиться. То есть он динамик смотрится, наверное, организма, да? Организма, да. Во-первых, иммунный ответ, он затрагивает и второй глаз. Во-вторых, может развиться нестандартный ответ на операцию, и отек роговицы развиться, и повышение внутриглазного давления. Опять же, реакция на обезболивающие препараты тоже возможна, да, никогда не исключается. Нужно убедиться, что имплантация прошла успешно. Ну и потом психологический пациент не готов сразу оперировать обо глаза, потому что он должен быть уверен, что первая операция прошла успешно. Он должен привыкнуть к новому зрению, к новому хрусталику, и только потом он даст согласие на операцию второго глаза. Ну вот обычно так. Мария Юль, а какая-то необходимая, ну вы сказали уже какая-то, есть психологические все-таки, какие-то аспекты такие есть, присутствуют здесь, да? Нужна ли какая-то помощь психолога, или это на себя как бы окулист берет, вот такую подготовку пациента к такой операции? Ну специальная психологическая помощь не требуется, да. Все-таки обычно это беседа с доктором, перед операцией, после операции, этого достаточно. На все вопросы доктор всегда ответит пациенту. Мария Юль, ну вот мы еще до начала программы, да, вот немножко с вами дотронулись, немножко мне хочется все-таки этот аспект затронуть, да? В историю развития вообще катаракты, действительно такое уходящее в историю, да, такие в древности еще делали операции по поводу катаракты. Немножко расскажите об этом, вот как, вот я слышу, что еще в древних племенах там шаманы делали, да, и как вот эта операция сама выглядела? И вот на самом деле чудо же происходило, да? То есть это вот... Ну, понятно, что в те далекие времена пациент из-за катаракты слеп, то есть наступала полная слепота. Что делали тогда? Называлась операция реклинация. То есть брали, ну, назовем его острый инструмент какой-то, типа шила, и прямо через центр роговицы прокалывали, и хрусталик просто выталкивали на глазное дно. Ну, то есть он как бы проваливался, и пациент прозревал. Преломления уже не было? Все, то есть восстанавливалась прозрачность оптических сред, и человек прозревал. Конечно, он видел не так, как раньше, но тем не менее он мог видеть, мог вести какой-то... Воспринималось как чудо такое своеобразное, да? Конечно, да. Ну, конечно, мы очень далеко шагнули, да, сейчас, как сказали, операция длится 15 минут, и искусственный хрусталик, ну, на самом деле, это чудо, да, вот современности, да, наверное, служит всю жизнь. Человек не только прозревает, да, а, как говорится, и полностью, да, трудоспособен, полностью возвращается, как говорится, да, к нормальной жизни, да, абсолютно так, как должно быть. Репутационный период после вот операции по поводу удаления катаракта, он краток. Практически даже почти не требуется, да. Краток и требует минимум ограничений. Ну, что, обычно, вот если говорить об ограничительных мероприятиях, да, то самое важное является это две недели после операции, но полное восстановление глаза, оно происходит через 4-6 недель. И после выписки из стационара пациент должен самостоятельно продолжить лечение в амбулаторных условиях, то есть ему назначаются специальные капли, которые помогают предотвратить развитие воспаления глаза и занос какой-то новой инфекции в глаз. Ну, и плюс, если мы говорим о том, чтобы максимально кратко и успешно прошел послеоперационный период, нужно выполнять общеврачебные рекомендации, такие как избегать поднятия больших тяжестей, резких движений, не тереть, не давить на глаз, ограничить себя в занятиях спорта, ограничить посещение сауны, парной, бассейна, косметикой пользоваться тоже желательно не раньше, чем через вот 4-6 недель. Ну, то есть вот такие вот, в общем-то, минимальные ограничения, которые накладывает операция по поводу катаракты. Марина Юрьевна, ну, каковы тогда еще, давайте скажем, какие причины, каковы причины все-таки развития катаракты, да, и исходя вот из этого, из этиологии, как говорится, этого заболевания, вот какой возрастной ценз? Ну, раньше я всегда считал, что прерогатива все-таки это пожилых людей катаракты, да? Сейчас помолодело это заболевание, не помолодело, болеют ли дети? Вот давайте на эту тему поговорим. Ну, смотрите, факторов риска, связанных с развитием катаракты, их очень много. Ну, такие самые распространенные, да, самые распространенные, ну, вот это, как вы сказали, возраст. То есть чем старше человек, тем выше риск развития катаракты, да, как я уже говорила, к 80 годам, ну, практически подавляющее. Часть населения страдает этим заболеванием. Ну, еще к факторам риска относятся, что сахарный диабет, длительный прием глюкокортикостероидов, предшествующая глазная хирургия тоже может способствовать. То есть получается системные заболевания, получается какие-то тоже? Да, да, да. Ну, такие факторы, как воздействие ионизирующего излучения, ультрафиолетового излучения, ожирения, курения, ну, тоже все это может способствовать. То есть факторы риска заболеваний хронических тоже, да? Да, да, да. Вот. То, что катаракта молодеет, это общепризнанный факт. Раньше все-таки это был удел 60+. Ну, с чем связано, Мария? Вот как ваше мнение? Ну, трудно сказать. Это, наверное, и сопутствующие заболевания, и тяжелое течение сахарного диабета, и экология, наверное, и питание. Все поменялось. А вот планшеты, там всякие вот ноутбуки, планшеты, вот это все современные... Ну, зрительная нагрузка, наверное, здесь все-таки не совсем является таким фактором. Ну, мало какой-то доли, да? Да, да. Вот. Ну, а у детей все-таки это больше врожденная катаракта. Это врожденная катаракта. То есть если у кого-то из родителей... Ну, не то, что нет, это не наследственное, а это именно как врожденное заболевание. Заболевания любые. Вот бывают пациенты, которые рождаются уже с врожденной катарактой. А, то есть он уже врожденный? Да, да, да. Не приобретенный. А приобретенные это могут быть травмы. Конечно, травмы, травматическая катаракта, это в любом возрасте. Это в любом возрасте. Слушайте, ну а как тогда? Вот ребенок родился, и у него сразу врожденная катаракта, да? Здесь, получается, помощь идет сразу же, тут же, да? Тактика разная. Или все-таки индивидуально все подходит? Тактика разная, конечно, да. Это зависит от того, какая катаракта, насколько снижается... Здесь же педиатрические службы смотрят, да? Да, конечно, это все-таки уже детские афтальмологи занимаются этим вопросом, да. Ну, получается, все-таки вот катаракта, самое главное, что мы уяснили из нашей программы, вот я сегодня и для себя, и для наших зрителей, да, что заболевание лечится, во-первых, да, излечение, ну я так можно сказать, да, оно практически стопроцентное, да? То есть, получается, просто нужно обратиться к специалистам. Ну, важно помнить еще, важно знать, что консервативное лечение катаракта, оно неэффективно. То есть, на сегодняшний день нет известных лекарственных препаратов, которые бы могли излечить катаракту или замедлить ее прогрессирование. То есть, только хирургический метод? Да. Всем пациентам, у кого установлен диагноз катаракта, рекомендуется удаление помутневшего хрусталика с имплантацией интеркулярной линзы как единственный эффективный метод и радикальный метод лечения. Это вот важно знать. Ну, получается, если даже лекарственные препараты здесь никакого, как говорится, пользы не дадут, да, то, получается, какие-то народные средства, какие-то народные медицины или там какие-то фитопрепараты, тем более, да? Нет, конечно, да. Только специалисты и только хирургическое метод лечения. Да, катаракта, только хирургическое метод лечения. Марина Юрьевна, ну давайте все-таки еще, у нас очень много смотрят зрители, да, в том числе и медицинское сообщество, да, давайте еще раз, вот, может быть, ну не то, что напомним, а просто еще раз обозначим, вот, мужетизация таких пациентов, да, ну появились такие вот симптомы, да, вот человек идет в поликлинику там или в районную больницу, да, там идет к специалисту, он может сначала с терапевтом даже начать, правильно, то есть, да, потом к окулисту, да, то есть, если соответствующие жалобы. Дальше что, вот как происходит все это, мужетизация? Обращается к профильному специалисту. Или с консультантом, наверное, потом, да? Это офтальмолог по месту жительства, если установлен такой диагноз, ему назначается дата операции, и к этой дате он уже проходит все те обследования, о которых мы говорили, ему дается направление в отделение нашего города, в профильное отделение нашего города, и в эту дату он приходит на госпитализацию и... Причем, надо сказать, Марина Юрьевна, да, что идет по электронной записи, да, то есть, это все, то есть, человеку не надо даже, да, вот специально там приходить, выстраивать какие-то очереди, да, все идет абсолютно, заполняется риск консультанта, да, соответствующее обследование идет предварительное, да, потом, значит, уже регистраторы, да, соответственно, по расписанию, да, его назначают на консультацию к городскому специалисту. Он уже дается заранее, да, и он уже приходит конкретно на госпитализацию, на операцию. И готовится и морально, и физически, как говорится, и время есть, и все так, как говорится. Ну, хорошо, то есть, все четко отработано, все, да? Ну, да, в общем-то, да. Марина, ну, может быть, какой-то вот еще хотел бы услышать от вас, вы специалист уже с таким богатым опытом, да, у вас в отделении, может быть, какие-то интересные случаи какой-то были, вот именно, может быть, связаны именно с катарактой, ну, может быть, в целом с каким-то глазным заболеванием, вот, может быть, что-то приходит такое на ум? Ну, или каждый случай как-то индивидуален? Мне кажется, да, каждый случай, он индивидуален и интересен, то есть, одинаковых случаев нету, даже вот одинаковых катаракт не бывает, и поэтому вспомнить сейчас так вот сразу привести пример. Ну, тогда я немножко переиначу, есть такое понятие, как вот запущенность, вот есть, бывает такое, вот что, действительно человек не обращается, очень долго, как говорится, варится в собственном соку, слушает там, я не знаю, соседей, друзей, как там можно полечить это все, да? И действительно заболевание запускается, вот такие случаи бывают, и как, насколько сложно с этим потом вот... К сожалению, да, это беда не только Ульяновска, Ульяновской области, это беда вообще России. У нас очень много запущенных случаев, пациенты порой, их приводят родственники совершенно слепых, то есть, оба глаза не видят, они не могут передвигаться самостоятельно, не могут себя обслуживать. И вот такие пациенты, конечно, ну, во-первых, это для хирурга трудно, потому что катаракта, когда уже запущенная, то и технически сложно ее удалить, и более долгий восстановительный период у пациента. Ну, они, конечно, очень благодарны, пациенты, потому что, когда они прозревают, они просто становятся, они начинают улыбаться, они начинают видеть мир, они становятся умнее, даже вот так можно сказать. То есть, они вот совершенно меняются, даже внешне пациенты такие. Лучшая благодарность для нас, врачей, когда именно вот просто человек говорит спасибо, да, мне помогли, спасибо. Ради этого и стоит служить в медицине. Марина Юрьевна, ну, у нас очень много вопросов поступает, да, вот у нас, я понимаю, что тема катаракта, да, но я не могу об этом не спросить, потому что, действительно, вот прямо перед программой буквально задавали такой вопрос, конъюнктивит. Очень распространенное заболевание, такое воспалительного характера, понятно, да, и оно бывает часто и в летний период, и в зимний. Тут как бы сезонность, наверное, такая прослеживается, но относительно, да, и, наверное, связано с какой-то с вирусной нагрузкой иногда. Давайте вот немножко об этом поговорим, и какой возраст чаще болеет, какая тактика лечения, да, вот все-таки, потому что очень частое заболевание такое. Ну, конъюнктивит это что такое? Это воспаление слизистой оболочки глаза, конъюнктивы, да, которые возникают в результате воздействия различных факторов. Жалобы какие могут появиться? Ну, конъюнктивит, он занимает первое место среди вообще воспалительных глаз, глаза, да, на первом месте. Ну, поэтому вопрос поступил. Да, да, да. Симптомы какие? Это покраснение глаза, это слезотечение, это чувство инородного тела, жжение, может быть, выделение какие-то слизистого или гнойного характера, ну, то есть вот такие вот жалобы, которые... Дискомфорта даже какого-то. Дискомфорт, да, да, да. Заболеть может любой, ребенок, взрослый, от этого никто не застрахован, да. Взрослый человек может заразиться где угодно, в транспорте, в офисе, в торговом, то есть там, где есть, ну, скопление людей, соответственно. Вот. Ну, и, ну, опять же, что нужно сделать? Нужно обратиться к специалисту, если у вас появились подобные жалобы, не заниматься самолечением, а обращаться к врачу-офтальмологу. Ну, и профилактические меры должны соблюдаться, чтобы не заразиться, ну, такие вот элементарные. Мыть руки с мылом, желательно с антибактериальным, да, не трогать лицо и глаза руками. Если вам что-то в глаз попало, обязательно пользоваться одноразовыми салфетками бумажными, там, или чистым бинтом. Пользоваться своими предметами личной генной индивидуальной, то есть полотенце, там, подушка должны быть. Если человек пользуется контактными линзами, у него появились вот подобные жалобы, нужно сразу же отказаться от ношения контактных линз, перейти на очки, обратиться к специалисту, потому что, к сожалению, это может свидетельствовать и о других более серьезных заболеваниях. Ну, а у ребятишек, ну, собственно говоря, то же самое, да, стараться не тереть пальцами глаза, после прогулки мыть руки с мылом, пользоваться своим полотенчиком, поменьше с бездомными животными общаться, ну, и игрушки, если мы покупаем там на рынке, в магазине, желательно их, конечно, все-таки до того, как они попали в руки ребенку, кипятком, горячей водой помыть, обработать. Ну, то есть вот такие вот рекомендации. Мария, ну, возвращаясь к теме катаракты, да, вот есть какие-то, может быть, новые методы лечения, или что-то, может быть, такое, какой-то ноу-хау именно у нас в регионе, или это все-таки идет как-то по стандартам, таким общим, да, вот? Ну, смотрите, золотым стандартом на сегодняшний день лечения катаракты является операция ультразвуковая факу-мальсификация. Она успешно выполняется в нашем... То есть замена искусственных хрусталик? Да, но именно методикой, если раньше это была экстракапсулярная экстракция катаракта, еще лет 15-20 назад, это когда делался большой разрез, была полостная операция, хрусталик удалялся целиком, то есть более длительный, восстановительный период, не такие высокие зрительные функции и так далее. То есть сейчас золотым стандартом является именно ультразвуковая факу-мальсификация. И я говорю, что в нашем регионе она успешно выполняется, в год где-то около 3000 операций таких выполняется, да. То есть у нас вот, я так понял, что из разговора у нас вообще офтальмологическая служба очень-то так развита, и очень на высоком уровне довольно-таки. И я смотрю тоже по первичному звену, в принципе, у нас обеспеченность специалистами, окулистами, она, конечно, ну, хотелось бы еще больше, да. Хотелось бы, чтобы было лучше. Но в целом, в целом, конечно, в принципе, допустимо пока, да, так вот, ну, хотелось бы, конечно, больше. Ну, нехватка кадров, конечно, есть. Ну, работа в этом направлении идет. Как в любой другой специальности, да, молодежь учится, да, каждый год выпускается какое-то количество ординаторов, в этом году тоже вот в поликлинике города придут молодые специалисты, поэтому... Тем более сейчас вот растет... Будем надеяться, что постепенно обеспеченность будет стопроцентной. Сейчас, кстати, вот тоже по указанию губернатора, да, сейчас расширяется сеть бюджетных мест, да, вот это тоже большой такой сдвиг даст, да, потом вот эти... Да, 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 целевой направлении. Целевой набор, это просто вообще вот, то есть в некоторые больницы там приходят прям десятки даже прийти сейчас специалистов, но это очень радует. Хотелось бы, чтобы, конечно, вливались, и чтобы они действительно оставались в медицине, да, чтобы они развивали нашу медицину, потому что у нас в Ульянске достойное представленное здравоохранение, поэтому надо соответствовать этому, да, уровню. Да, офтальмология прекрасная специальность, поэтому... Прекрасная, да, действительно. Мария Юрьевна, ну и уже так по традиции в завершении нашей программы, может быть, какие-то добрые пожелания, и как это от офтальмолога, и как просто от человека? Ну, я хочу сказать, вот такое вот вступление небольшое. Буквально недавно, март-апрель, проводилось исследование во многих странах мира, проводили опрос у пациентов 50+, возраст 50+, до операции по поводу катаракты и после операции по поводу катаракты. Так вот, практически половина опрошенных сказали, что к ним вернулось зрение то, которое было у них в молодости. Они стали более мобильны. Замечательно. Часть из них полностью избавилась от очков. К чему я это все говорю? Уважаемые жители нашего города и Ульяновской области, если у вас появились подобные симптомы расстройства зрения, снижения зрения, не тяните, не ждите, что само по себе все это восстановится и пройти. Не доводите себя до слепоты. Обращайтесь к врачу-офтальмологу, не бойтесь, оперируйтесь. Все это ваше здоровье в ваших руках. Ну, пожелания здоровья, счастья, добра. Спасибо, Ваша Марьяна. Хороший лозунг в ваших руках. А мы всегда рядом, всегда поможем, правильно? Однозначно. Спасибо, Марьяна. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов, остроты зрения. До новых встреч, ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова